Здравствуйте! Это первый вводный урок о нашем редакторе для юного дизайнера. Заходим на наш сайт на детскую площадку, выбираем рубрику юный дизайнер И видим наш редактор. Пользоваться им очень легко. И зачем он прежде всего нужен? Он нужен для того, чтобы вы могли красивые рамочки, которые нашли в интернете, поставить на свои фото. Но сначала мы загружаем фотографию. Вы ее можете загрузить либо с компьютера, нажав вот на эту ссылочку и выбрав фотографию какую-то. Либо можете взять с интернета какой-то своего друга. Например, вот выбираете детей, выбираете фото. Нажимаете правой кнопкой на фото и нажимаете копировать URL-картинки. Снова заходите в редактор и вставляете адрес этой картинки. Нажимаете да и картинка сама загрузится в наш конструктор. Вот она уже здесь. Теперь нам нужно ее поставить в рамочку. Рамочку вы также находите в интернете, которая вам понравилась. Скачивайте с компьютера на компьютер, либо также открыть URL-изображение. Но мы берем заранее скопированную с компьютера. То есть то, что нам понравилось в интернете, мы скопировали себе в компьютер. Выбираем ее и нажимаем открыть. Вот она у нас открылась. Для того, чтобы у нас два получилось файла. Один с нашей фотографией, один с рамочкой. Чтобы нам рамочку поместить на фотографии, мы кликом мыши выделяем именно этот файл, с которым будем работать. И на панели редактировать нажимаем копировать. Перед тем, как скопировать, мы должны выделить то, что копируем. Иначе у нас нечего будет копировать. Вот таким образом мы пунктирной рамочкой выделяем. Вот она у нас картинка выделилась. И теперь нажимаем копировать. Теперь мы можем ее закрыть совсем. И теперь выделяем этот файл и нажимаем здесь вставить. Вот она у нас встала. Но она у нас, картинка оказалась больше, чем наша фотография. И для того, чтобы нам привести ее в соответствие, мы выбираем Fold Transform. Нажимаем на квадратик. И начинаем двигать. За картинку ее не двигаем, поднимаем вверх уголок рамки и снова уменьшаем. Чем наш конструктор лучше других, которые есть в интернете? Тем, что можно картинку, рамку подгонять под картинку. Вот видите? То есть если она нам маленькая, мы можем ее расширить. Расширить. Сделать пространство. Больше этого ничего вы не сделаете в других конструкторах. Там готовая рамка и вы можете менять, двигать только фотографию. Также вы можете здесь... Да, подтвердим, что мы вот все поставили. Вот таким образом. Вы можете немножко подредактировать еще коррекцию. Например, задать уровень яркости и контрастности. Вот посмотрите, ярче сделать картинку или наоборот потемнее. То есть ничего этого вы в других конструкторах с рамочками сделать не сможете. Какая она есть, такая она есть. А здесь, пожалуйста, вы можете сделать ее ярче, контрастнее, веселее. Вы можете поработать с фильтрами. Например, задать и фильтр водоворот, исказить рамочку. Попробовать какие-то эффекты. Такой более-менее известный, чтобы у нас все получилось. Ареал, например. Толстый шурнодиал. Также сделаем синий. И напишем. С Новым Годом! Вот у нас все получилось. Чтобы он удобно читался, мы сделаем ему тени. Стиль слоя. Выберем стиль и слоев. Сделаем ему дроп шадоу. Подсветку ему сделаем. Хотя, как можно сделать? Все автаркин. Осталось сохранить нашу открытку, пишем сохранить, выбираем JPEG и пишем да, выбираем папку, куда мы его будем сохранять, пишем сохранить, такое имя существует, поэтому мы напишем, зададим ему имя, сохранить, все, имейт в сел сохранено. Можете закрывать, здесь пишем нет и работать со следующей фотографией.